итак собирается на пк мы продолжаем играть за франк и я все-таки решил пойти и добить римскую империю а значит нам нужно пойти добить айзантийскую империю вы если вдруг еще не подписаны обязательно подписывайтесь а мы же продолжаем поехали ну давайте начнем с того что мы захватим все-таки наконец сицилию я считаю что но было бы неплохо нажать ту самую кнопку то самое решение так что там то может поединиться против нас но удачи и с нашими садами мощностями мы просто blitzkrieg а так blitzkrieg забираем все здесь титулы и нас видите очень быстро с этой очень приятно осаждать вы смотрите-ка с нами а у нас есть закрытый враг во фланге его сын решил с нами посостязаться но у него 7 а у нас 44 доблести удачи ему надо легкая победа за мной прекрасно да и мы заплатили сицилию здесь приехала какая-то армия но это не византийская их союзников видимо кстати говоря король императрасичные византии умер забавно там война за свободу зима куда-то они не туда зашли войну да сицилия моя прекрасно так риски этот герцог был наследником но это я сюда просто его выбирали так как теперь он наш вассал а точнее это священная война так как теперь он не имеет там земель за его не голосуют убы и мы получаем владыки средиземного моря насть учит признание не может нам противиться а прекрасно а теперь продолжаем воевать вот сюда в иберию а там бы в африку надо расширяться сразу во все стороны смотрите как какой интересный ивент есть почему-то вариант обоих посадить две наши жены да они хотят получить управление и самое главное среди отбав 50 процентов развития столицы защита очень приятно посмотрите к можно стать врагом с папы римским а без проблем и да мы параллельно продолжаем захватывать очень неплохую часть уже испании я там забавно вот этот перк чудачество дает возможность рассказать заложнику мы убивали дракона допустим да как конечно стало проще жить когда-то можешь за благочестия покупать претензии благочестия бесконечная соответственно можешь кучу претензий одновременно закидывать и просто фактически съедать вот эти вот все непонятные государства за одну войну и смотрите можем делать и аж четыре состязания у нас что большой тур у нас будет турнир точнее просто невероятный и пока мы воем в берии над финш армии во франции мы одержим одно за другое победы на турнирах о смотрите я смог до сделать пазаром и бери нужно только фазу другую дождаться и я нажму эту кнопку те королевство станут части до юра франкия то есть я так понимаю это из того чтобы возле фасад день деньги тратить вы просто присоединяем все к нашей франкия допустим или можем стать империю виталию давайте по прикол создадим и мы не выиграли только в рыцарском поединке так нам получали тут призов получали миска миска которая дает предел добина престиж личных рыцарей такое себя а вот это дает предел домина это и рыцарей это очень сильная миска реально жесткая миска заходят смотрят что здесь миска и не жалуются за очередной замок ладно это вместо защищенной войны за герцогства нескольких мы просто объявляем в одну одну за все наши претензии которые мы купили за благочестие что у нас еще три черепа святых персонажей забавно а это фашка бандитов допустим это у нас серии 85 естественно ужаса просто так получается всегда у меня будет ну дизл на персонажа всегда каннибализм и остальные два тоже доспех и зловещая репутация то есть у меня у всех персонажей почти сотка следовательно как только мы закроем вот штуки то вот это будет работать на всех вассалов значит это очень сильно вы захотел еще папскую тиару смотрите можем поврекал просто престиж получается но престиж мне не нужен поэтому просто будет храниться у меня в дворце вообще мне кажется что готов маловато под все эти приколы но и вот мы захватили все а папа стал нашим нашим вассалом так много претензий что вы просто вассализировала как королевство вопрос отменить папство не имеет земель и мы полностью королируем италию нам на полный я так полагаю это вот . да вот он регион талия смотрите наш последний игрок получать 4 образование и сразу получаете знаменитый воитель это очень приятно я так понимаю как раз таки вот поэтому пошло и у меня еще одна теха еще плюс одна ячейки посмотрите господи какой же огромный у нас париж историчный геймплей как говорится и еще один мы можем домик построить моему у меня там еще что-то разблокировалась вместе с этим появлялись прован сарай вот это вот но почему-то я не вижу возможно это вот так иначе почему я не вижу я вижу здесь есть водяные мельницы давайте просто строить их вот караван сарай могу смотреть к этой стране видимо это условие нужно регионе поймы рек да не знаю и засушливых землях тоже можно то есть короче это что-то такое более африканская более пустынное что-то ну и что можем уже нападать снова на византию и я вижу очень удачный момент них мало армии принципе после последних воин как-то у них совсем все подкосилась поэтому мы просто пойдем заберем себе наша поехали ой мы смотрите-ка на покаяние паломчестве можем избавиться от пьянства прекрасно наш персонаж без пьянства этот прекрасный персонаж ну как не хватает таких разных приятных бафов генетических генетических но можем пережить это и можно сразу же от стресса аж заново запить но нет мы просто перейти раком и моментально его сбросил благо наш персонаж умеет справляться со стрессом мы захватили и у византии сундук не садироваться только просто сундук захватили как бы наши сундуки французские они конечно неплохие но вот посмотрели на византийский говорят для и на это сундук прям сундук до такой сразу величием наполняет всю династию спасибо и захватили базилевса и за счет этого в общем-то захватили здесь все и у нас кончилось перемирие с папством можем отнять теперь у них их титула не откажутся мы их падаем и моментально мы его захватываем давайте еще перед пытаем перед тем как замеримся и отпускаем его мы его пленили перимет снимаем него заново титул вот так мы это делаем прекрасно не остался титул к папа римского ой пока не спирил вот захватили ребята территории и вот здесь вот по моему тоже так неплохо под развивались и тут есть скорость новгород который мы успешно я думаю зурпируем прекрасно ну его стоит конечно тут религиозные повстанцы но для нас это не новость почему убили соседа нашего короля винате и императора дума причина во первых чтобы ослабить хотя у нас тут все еще все еще невнятная война с повстанцами которые непонятно где так вот а вторая чтобы он на перемирие забросилось потому что они привязаны к персонажа насколько я помню и да мне нужно сетях повстанцев и вот он мой наследник игрок что-то ему не очень везет с наследниками вот один хороший но другие какие-то немножко не такие интересно с чем это могло быть связано посмотрите-ка христианские конфессии могут начать крестовые походы из христианские конфессии у нас точнее из католиков у нас кто остался веция да не стали католиками внезапно и великая муравия венгрия удачи им в походах и каким-то образом индуйская конфессия теперь в финляндии ладно но делаю претензии вот примерно за такую часть византии мы сейчас будем выглядеть войну прекрасно поехали 3000 престиж это стоит я думаю мы без проблем победим 1300 получил сколько если мы проиграем мы заплатим 12000 и 1400 потеряем престижа так конечно проигрывать такие воины никого и на тебя очевидно и у нас теперь тех а новых замков и мы еще жестче прокачиваем все наши владения и самое главное нашего салт уже смогут прокачивать в общем-то улетаем о смотрите-ка папа анастасий начал армии фанатиков и свой проход в земле англия ничего себе что он придумал что-то сказать удачи это мысли говоря сейчас довоюемый пол и уничтожим его уставания на будут пробку забрать я про нее забыл пойму не сделал но сделали папа римского скоро не будет и в этот раз на тренире я выиграл все четыре и за доспех очередная миска брошка не очень полезная что и миска тоже а почему я вроде самый дорогие ставил почему-то синий ну ладно а только доспех чуть прикольный но опять таки сколько он прикольный того что у нас уже есть но если сравнить престиж доблесть эффектность рыцаря здесь доблесть престиж но плюс один доблесть но я думаю 14 рыцарей как будто чуть-чуть сильнее и в это франции можно опять обнуть все домики господи как же здесь сейчас он раскачается уже 50 развития и по 37 ежемесячно очень очень быстро он качается цену сказать крестовой поход объявили как раз в этот момент заканчиваем с византией но мы так понимаю не можем да сейчас сделать 5 постам что я то что папа римской войне что против нас собрали слушать не так мало не так мало на другой вопрос что все наши массалы тоже участвуют в этой войне и царь войны это англия ну что давайте по вае ой смотрите-ка у нас там x игоря видите брался заложников и всяких королевств и они напали на нас не верят то что у нас есть заложник то можно это счет сказать ой игра конечно стала намного намного медленно это прям очень чувствуется что битвы что передвижение видите из-за того что слишком слишком большая война слишком много стран с обеих сторон много надо просчитывать сферы произведут ли мы победим огромное количество престижа благочестия и кто теряет рвение на общем сейчас объемом количество как только закончится война так или иначе вы смотрите вот они католики не то что мы кринжа веке а и на сайте папа римского готов его продать за горсть монет и папа римский умирает его место приходит просто другой папа римский собственно говоря ничего супер интересно не произошло но я думаю нам все еще есть смысл убивать наших противников ради по чтобы их колеса ставить спроса слабее да так как у меня армии все были венантии пока нам что-то захватывать но в целом ничего такого хотя лагодром до такой неприятный нему вот наша армия подъезжают пробуем давать бой и в принципе на этом побеждать их полностью вот наша армия единственная уже хуй и должна хватать по идее а у нас еще союзники здесь есть прекрасно прибывают кита армии какие-то отступают мы их просто будем вайпать по возможности я конечно снабжаться таким армии очень тяжело про славно христианские восстания но с этим тоже мы разберемся параллельно и все повстанцы вот здесь собрались это удобно иначе необычно за ним приходится бегать я думаю просто часть армии здесь распустим эти зельда осаждают что надо разобьет войска какие надо и на этом мы пойдем за повстанцев и чай не то кнопки запретить следовать за армии потому что они просто бегают за мной и била вот так вот и поэтому все горят и никто в принципе не делает ничего на самом деле чем мы еще скорее всего просто так вот объем там лидера постанцев и восстание восстание закончится вот так и есть прекрасно ой смотрите-ка пока мы воем с этими с католиками джихад объявляет мусульмане на византийскую империю дачи на вот этот вот анатолик кстати шансы у них очень маленькие мне говорят что я должен был им помочь а я тоже мне часто видим на что я христианин что ли забавно держитесь монет это я наконец выиграл прекрасно крест разбит карно более того крест никогда бы же не поднимется папство больше нету мертвый бук не защитил их рвение стало буквально 0 забавно помните помиранию там говорят что ребята обратились кринджа лизу подобряем сейчас я думаю так как там рвение а вот этих откуда у них такой прирост рождение кричевого ересь а если рождается ересь то это моментально обратно типа камбек чтобы совсем все не загубилась блин это грустновато у меня появилось арене но это странно это странно у нас еще одна традиция есть кроме того я бы хотел сменить педантичность на пожалуй что бюрократия которые тура образ жизни и развития либо воинственность но по ощущению с армии нас так все шикарно что в эти бюрократию окей ситуация следующая я надел претензии за блокчасти на всю византию и теперь за 2 400 объявляю ей войну все говоря вот это было захвачено и королевство анатолия но она распалась ваш удачи и вот достаточно быстро захватил сына выделяться и византийской империи по факту исчезает нам нужно еще три графса захватить и мы получим до юра титул я постарался и надел претензии на все именно до юры части византии у самой византии чтобы можно было потом узорпировать это игры смотрите кто-то на нее тоже нападала теперь как я владею территориями не нападает меня удачи этим бедалагом и вот она зарпировать византийскую империю и образом они просто распадаются чем остается у тогени с чем эту титул нету больше 10 отдельное государство мы можем делать нашей столицей хотим ли мы здесь 57 развитие вальдефранции тоже 57 и здесь плюс 44 каждый просто месяц накидывается ощущение что все таки нет и для римской перья не хватит лишь антиохи мы можем коренить великий раскол так и сделаем вселенская церковь восстановлена кринж воцарил во всем мире и нужно вот этого человека добить сейчас мы его убьем и после чего у нас поедине должно быть перемирие с его сыном либо воссордируем либо захватим так как он на войне придется его именно захватить ну и что ж наш правитель великий только за то что он оставил франкию также восстанавливает еще и римскую империю являются эти империи появляется римской перри получаем августа можно получить на все претензии взяли вниз и граждане слышите меня только мы добились успеха снова и впадший перегрев не совсем но отпустим тоже красиво завершение нашей компании если вы можете помнить начали мы это здесь одну какую-то бедненькую проб по моему вот здесь но я могу ошибаться и вот мы уже властитель всей римской империи которая простирается от марокко до россии на этом можно его завершить я думаю с блокой на это подписывать если вы вдруг не подписаны лайк и комментарий то есть крут бусте все как обычно и до скорых встреч всем пока